Привет, друзья! Друзья, вы находитесь на канале Кроссовки.нет, с вами я, Дмитрий Титов. Я готов представить вам свои первые впечатления по поводу баскетбольных кроссовок Nike Zoom Freak 2. Но для начала я снова благодарю магазин KIK свою за предоставленную для данного обзора пару. И напоминаю, что это проверенный магазин, в котором вы всегда можете найти оригинальные новинки большинства известных брендов. А для заказа свыше 5000 рублей предоставляется бесплатная доставка по нашей стране. Как и на третий низкий кари, на вторые янисы также предлагают 10% скидку. Купоны смотрите внизу в описании под видео. Итак, вторые янисы. Кроссовки двухкратного MVP. Многие считают, что не заслужено MVP, многие считают, что кроссовки не заслуживают его. На самом деле, наверное, где-то всего по чуть-чуть. Что касается первой игровой модели, немножко пробегусь. Те кроссовки я считаю полным недоразумением. Материалы, из которых они были сделаны, это по ощущению, что их нашли на помойке. И это просто недопустимо. Ну, так на самом деле нельзя. Нельзя давать своему VP, главному игроку лиги, кроссовки, которые, блин, выполнены из такого бюджетного шлака, что просто нет слов. В этой паре все изменилось. Я не говорю, что тут прям мы получаем топ и премиум. Ничего подобного. Здесь все достаточно скромно, но, тем не менее, уже нет такого желания выкинуть их и отдать какому-то первому встречному бомжу. Здесь, на самом деле, все намного лучше. То есть, здесь большое количество синтетических материалов. Что-то типа меша, который выстилает практически все внешнее покрытие. Защита пальцевой коробки. Также что-то типа фьюза запаянного. Ну, и здоровая такая жирная лакированная сопля, которая покрывает всю внешнюю стенку. Двойной свушь. Сушь, который из лака и свушь, который из пластика. И это именно пластик. Здесь расположен он является самым настоящим сдерживающим фактором. Внешнее покрытие у кроссовок достаточно плотное. По первым впечатлениям, ничего особенного от вентиляции ожидать не стоит. Перфорационное отверстие есть лишь на язычке и немного сбоку. Там, где, по сути, они ничего не решают. Но точная поверхность, она очень мягкая и, в принципе, по идее, должна пропускать воздух. Но пока по ощущению вентиляции мне не доставило. Да, кроссовки, к сожалению, не предлагают внутреннего сапожка. Ни частичного, ни полного, абсолютно никакого. А язычок, он у них, по сути, как вот глиста, вот так вот болтается, ничем не закрепленный. Единственное, что его как-то более-менее удерживает в одном положении, это вот эта вот петелька, через которую продеваются шнурки. И это все. На самом деле, давно такого не припомню, чтобы язык настолько болтался, хотя бы какими-то резинками, еще чем-то его фиксировали. На самом деле, в игре я не ощущал, чтобы он смещался. Возможно, недостаточно долго играл. Побегаю больше, скажу, что как в этом плане изменится. Принято очень активно ругать кроссовки, именно эти, в частности, кроссовки, за травму Яниса. Если вы помните, да, он очень неудачно подвернул ногу в этих кроссовках во время именно серии, когда они вылетели. На самом деле, я вот не тот человек, кто склонен винить травмы игрока именно в его кроссовках. Вот мне кажется, вы знаете, там такие скорости, там такие веса. В чем угодно практически могла произойти такая травма. И тем не менее, бывают моменты, когда именно из-за кроссовок вот это дерьмо происходит. В частности, травма Зайана, некоторые другие. Травмы Луки. Все, что касается этих даймондов, это все, все это, это оно. Но в данном случае, винить именно автори Фрики в его травме я бы не стал. Все говорят, у них никакая основа, кроссовки крутят. Вообще не согласен. То есть, смотрите, у них плоская основа. Кроссовки достаточно низко расположены к игровой поверхности. У них есть валик, аут триггер. У них есть определенная ригидная пластинка, как мне кажется, в мидфуте. Я ее не видел сам лично, потому что я не видел эти кроссовки в разрезе. Но по ощущениям, что-то там есть. Поэтому, как видите, серьезного такого скручивания нет. Плюс у кроссовок есть скрытый задник, который, в принципе, неплохо фиксирует пятку. Помимо этого, у кроссовок шестирядная система шнуровки. В общем и целом, при тугом затягивании стопа у меня не гуляла. И это такой хороший момент. При резких остановках, при сменах направления, какого-то гуляния стопы я не замечал. Если вы посмотрите на подошву кроссовок, я сейчас не затрагиваю ему тракции, о ней я поговорю попозже, оставлю это на десерт. Если вы обратите внимание на подметку кроссовок, то видите, что она, по сути, поделена подошвой на две части посередине. То есть, это пятка и носок. И они друг с другом практически не связаны. То есть, это две изолированные части. Ну, просто стык небольшой посередине. На самом деле, это далеко не новая тема. Лучше всего она была реализована именно в третьих клеях, где подобное было и где подобное было просто реализовано на каком-то невероятном уровне. Там действительно они взаимодействовали очень независимо. Но тут небольшой уклон в сторону протекции. Да. То есть, я говорю о вторых фриках. Я говорю о протекции. Тут вот такая естественность она не ощущается. То есть, там пятка действовала от носка несколько так вот независимо. И было ощущение естественное значительно выше. Но опять же, я говорю, что там в меньшей степени была реализована устойчивость кроссовок. Стелька кроссовок, она достаточно плотно приклеена к стробу. Она не отклеивается. Я пробовал, отгирать принципиально не хочу. Сама по себе стелька, она ничего особенного. Тоже это угольная крошка. Тоже особой нагрузки функциональной не несет. Просто прослойка между одной частью кроссовка и вашей ногой. Не более того. Давайте поговорим об амортизации. На самом деле, сдвоенный баллон, который находится в носке, это решение, которое, ну, прям скажем, не самое удачное. Зум в носке, это хорошо. Когда зум в носке и в пятке, это очень хорошо. А когда зум только в носке и его нет в пятке, ну, вы понимаете, что пятка всегда будет страдать. Опять-таки, пока оценивать амортизацию не стану принципиально, но держу в уме данный пунктик, что в пяточку нам немножечко не доложили. При этом, при этом, не исключая возможность того, что этим кроссовкам, как и многим другим кроссовкам, например, тем же Вестбруком, у которых тоже в пятке ничего нет, будет хватать, потому что в пятке это пилон достаточно мягкий у некоторых моделей. Не у Ирвингов, например, не у некоторых Найков. Почему-то у Джордана пилон намного мягче. Не знаю, какой-то вот, может быть, это немножко предвзятое отношение, не знаю. Но вот, как кажется мне, что именно у Джордана пилон мягче. Не знаю, возможно, тут тоже будет хватать обязательно. Когда будет полноценный обзор темы амортизации, я очень подробно обсосу. И надеюсь, смогу, как говорится, карты все раскрыть. Давайте поговорим о тракции. Как по мне, самый большой недостаток этих кроссовок, вот так вот, по первым впечатлениям, это их тракции. Рисунок их представлен, два вида, два типа рисунка. Пятка и носок, они две разные части кроссовка. То также и рисунок. Если здесь у нас пивотальная точка, от которой концентрические круги расходятся, даже не совсем круги, такие тоже в итоге в черточки, в точки превращаются. А здесь у нас иероглифы, не знаю, на каком-то языке, похожи на японские, но учитывая, что это у нас товарищ грек, возможно, что-то там греческое. Что не так с этим рисунком протектора? Вообще, я заметил, что подметка кроссовок представлена очень грубой резиной. И вот по ощущениям, что это даже настолько она жесткая, что это для улицы даже, возможно, подойдет. Не знаю, насколько это правда. Но вот по ощущениям она очень грубая. Она очень грубая, она очень жесткая. Расстояние вот между этими кругами, она очень маленькая. И поэтому недостаточно того, чтобы тракция-то была хорошей. На пыльном паркете все это очень быстро забивается. Я несколько раз, у меня в игре были ситуации, когда я буквально на шпагат садился, причем я не играл на лакированном покрытии. Мне еще все это предстыдит. Я пока в них не бегал на скользком лаке. Обязательно, конечно, расскажу о том, как оно это будет. Но даже когда я бегал на обычной резинке назальной, не на грязной, мне ребята говорят, Дима, блин, ну ты сегодня два раза на шпагат садился. Было такое, клянусь, просто жалко, в камеру не попало. Но я буквально сел у них на шпагат. В плане тракции это просто ахтунг, ребята. Возможно, конечно, помягче резина станет, возможно, как-то разобьется, я не знаю, не знаю. Но по первым ощущениям тракция-то слабенькая. И вот если помните, в той ситуации, когда я не статравмировался, у него нога тоже изначально пошла, бэм, так вот поскользила. То есть, возможно, из-за этого... Как вообще травма происходит? Возникает ощущение нестабильности, во время которой резкий рывок и все сразу же инверсия. Возможно, в этом дело, возможно, опять же, одно под другое подгоняю. И на самом деле это не так. Первое впечатление по кроссовкам, оно очень-очень неоднозначное. Материалы внешнего покрытия жесткие. Они ощущаются достаточно грубовато. Они должны, конечно же, подгоняться. То есть, под стопу подстраиваться, для этого нужно время. За одну, две, три, даже, наверное, четыре тренировки сформировать мнение мне по ним вряд ли удастся. Я думаю, что в них придется действительно очень долго бегать. Блин, ну такие вот кроссовки, что поделать? Но, тем не менее, я обязательно в них отбегаю все обещанные не менее шести тренировок. Возможно, это будет восемь тренировок. Забелю подробный обзор, а во всем расскажу обо всех слабых, обо всех сильных моментах. Поэтому, непременно, ребят, вы его дождитесь. По первым впечатлениям, конечно, это сыроватая модель. Если сравнивать с некоторыми другими, с теми же, с третьими корями, которые почти сразу же зашли, которые почти сразу же предложили весь свой топ, да? Ну, опять же, я первым впечатлением. Это тоже все может отличаться. По ним тоже будет подробный обзор. Эти пока предлагают, ну, скажем так, уровень бюджеток. Не более того, при своем немалом прайсе они предлагают уровень бюджеток среднего звена. Если смотреть, те же китайцы за те же деньги предлагают намного больше. И материалы, и технологии, и вообще игровой перформанс. Значительно больше. Тем, кто говорит, что кроссовки нестабильные, тем, что в них будут ногу крутить, я скажу, что, скорее всего, это не так. Потому что, ну, не могу я их называть нестабильными, в которых будут ногу крутить и так далее. Пока этого не случалось, возможно, это и не про них. Вот как-то так, на самом деле, достаточно поверхностно копнул. Не стал специально, наверное, отчасти специально, отчасти вот все это экспромтное видео. Возможно, что-то забыл. Буду об этом жалеть, что что-то не сказал, что-то не упомянул. Но основные моменты точно сказал. Ребят, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Обязательно дождитесь основной обзор. Лайк с вас, если ролик зашел. Подпишитесь, если до сих пор не сделали вы этого ранее. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать то, что пропускаете обычно. Ну, а на сегодня все, ребят. Всем вам удачи и увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok